Евросоюз потребовал от стран Персидского залива прекратить сотрудничество с Россией и осудить Иран за поддержку Москвы. Однако арабские государства ограничились общей формулировкой призывом прекратить поставки оружия в зону конфликта. Сделать это было легко, поскольку Иран не входит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а европейские страны вместе с Россией и Украиной их не очень-то и интересуют. Кроме того, не были достигнуты соглашения по укреплению энергетических отношений с Катаром. ЕС надеялся, что ресурсы ДОХИ смогут компенсировать нехватку российского топлива, но на данный момент страны Персидского залива не готовы к такому сотрудничеству. Глава европейской дипломатии Жозеп Баррель предложил усилить санкции против России для снижения ее экспортного потенциала, но и здесь получил отказ. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, созданный в 1981 году, включает шесть стран. Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Основная цель организации – укрепление экономического, политического и военного сотрудничества. Каждая страна имеет свои уникальные отношения с Западом и Россией. Для стран региона гораздо важнее сохранить экономическую стабильность и развивать торговлю. Например, Саудовская Аравия активно развивает космические технологии, а Катар нацелен на привлечение инвестиций. Их интересы не совпадают с политическими разногласиями между США, Евросоюзом и Россией. Арабские государства залива гораздо больше заботятся о возможностях для продажи нефти и газа, чем о событиях в Европе. Экономические связи с США и ЕС также варьируются – от крепких военных отношений с Кувейтом до нейтральной позиции Омана. Однако все они понимают, что для успешного развития им необходимы как западные технологии, так и ресурсы, которые предоставляет Россия. Например, Объединенные Арабские Эмираты имеют крепкие экономические связи с Россией, особенно в сфере энергетики и технологий. Оба государства активно сотрудничают в рамках ОПЕК-плюс и других международных организаций. В то же время Соединенные Штаты, в частности, являются крупными поставщиками оружия и технологий в ту же Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт, что делает их важными партнерами в сфере обороны. Так что, несмотря на давление со стороны Запада, арабские страны выбирают стратегию сбалансированного подхода, сохраняя нейтралитет и развивая свои интересы. Они ни с кем не хотят ссориться, и это позволяет им маневрировать между различными внешнеэкономическими связями и укреплять свою независимость. В условиях глобальной нестабильности они осознают, что экономическое развитие и технологическое сотрудничество как с Европой, так и с Россией и Украиной являются для них приоритетом. Рауф Насиров специально для CBC. Субтитры создавал DimaTorzok